Юные борцы вольного стиля весенние каникулы посвятили повышению спортивного мастерства на базе 5-й школы Олимпийского резерва имени Валерия. Качкова проходят межрегиональные тренировочные сборы среди юношей и девушек до 16 лет. В Республиканский центр развития вольной борьбы заглянул наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В тесноте, да не в обиде, возможность использования провести весенние каникулы воспользовались почти полторы сотни адептов борьбы вольного стиля. Это не только нашей республики. На сборы в столицу Чувашии приехали коллеги-сверстники из Ульяновской, Воронежской областей, Мордовии, Дагестана и Чечни. Такое широкое представительство борцовских регионов страны позволило организаторам креативно подойти к формированию учебного плана. В каждом регионе свой стиль борьбы. И у каждого тренера свое видение тренировочного процесса. И поэтому решением тренерского штаба было принято решение, чтобы продемонстрировать это и тренерам, и детям. Это полезно. Приезд нашей съемочной группы занятий вел тренер спортшколы «Спартак» города Хасавюрта, республики Дагестан Ильман Дагаев. Тема занятия – борьба в верхнем и нижнем партере. Но для наставника объяснение юным борцам технических приемов не только одна из задач. Главное – в другом. Не только у нас учебно-тренировочный сбор, но и дружба народу, как называется. Уроженец Грозного Бамадгир Давлет Тукаев борьбой занимается с рождения. В Чебоксарах призер всероссийских соревнований впервые и всем доволен. Задачу на тренировочный сбор кандидат мастера спорта объяснил коротко и емко. Планирую выиграть турнир, чтобы завоевать мастера спорта титулом. А вот самым титулованным участником сбора оказалась представительница прекрасной половины. 12-летняя воспитанница Воронежского клуба «Медведь» Лиза Плешкова имеет в своем активе титул бронзового призера первенства мира по смешанному боевому единоборству – ММА. Несмотря на то, что я завоевала медали по России, Мире и Европе, по ММА, я выбираю борьбу. Как участники тренировочных сборов усвоили прошедший материал, покажут, конечно же, соревнования и в тренировочном плане аж три. Ближайшие уже во вторник, 29 марта. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.